Уважаемые господа студенты, уважаемые дамы и господа, я хотел бы сердечно поблагодарить за предоставленную возможность представить вашему вниманию свою презентацию, тема, которую я хотел бы вам изложить. Мы будем с вами беседовать по поводу концепции касательно образования. Эта образовательная концепция уже дискутируется в течение 20 лет. Используются всевозможные методы и подходы для реализации этой концепции. Речь идет об образовании для устойчивого развития, которое может быть использовано в повседневной жизни. Когда я подумал, с чего начать, как вам преподнести эту систему, я пришел к такому заключению, что мы хотим сначала совершенно конкретно обсудить концепции образования с участием УНЕСКО, с тем, чтобы эксперты в области образования признали образование как необходимый аспект для устойчивого развития. То, что активно используется в Германии. Эта концепция является школьной инициативой. И она зародилась еще в школьной среде. А именно ее рассматривают как ремонтная мастерская для создания всевозможной продукции, в частности мебели. И, в принципе, предлагаются в школьных рамках такие услуги по оказанию ремонтных услуг. Этот проект является уникальным, поскольку он зародился в школе, и школьники вложили большое усилие в его реализацию. И речь в первую очередь шла о возможности использования ресурсов и энергии. И я живу в городе Карлсруе, один из крупных городов Германии. Этот проект называется «Квартира будущего». Проект города Карлсруе касательно развития городской инфраструктуры. Должен в ближайшие годы возникнуть определенная аура, определенная сфера для проживания, которая обеспечивает устойчивое развитие и продолжительную жизнедеятельность жителей города. Для этого в восточной части города, который называется Остштадт Карлсруе, это регион, это участок, квартал города, который был специально выбран для реализации проекта. И вот это «Квартира будущего», который проект нацелен не только для жителей города, но и на развитие дорожной инфраструктуры, но и в частности этот проект также, как вы можете видеть, касается школ и школьной инфраструктуры. И является собой привлекательный аспект для развития жизнедеятельности. Мы в данном случае касаемся так называемых внутренних спасательных функций. Этот проект был развивался, и речь в данном случае идет о том, чтобы дети... что пчелы являются своего рода экологической точки зрения спасателями экологии и окружающей среды, и в этом контексте могут поддерживать и сохранять нашу жизнедеятельность. когда речь идет о изменении климата, и еще один проект представляет собой интерактивный аспект. Вопрос, который часто возникает, постоянно возникает после этих двух основных концептуальных аспектов, речь идет об устойчивом развитии, что могут эти четыре различных проекта, что есть общего между ними, что является основой реализации этих двух проектов, и исходя из этих четырех проектов, логически возникает вопрос, что такое образование для устойчивого развития. Мы сделали несколько теоретических изысканий, и чтобы развивать представление о том, что является и что означает образование для устойчивого развития в будущем, нам необходимо общее и совместное представление, что вообще представляет собой понятие устойчивое развитие. И когда я говорю, это процесс устойчивого развития с целью достижения определенного состояния, жизненного бытия, мы должны себя отчетливо понимать, что и объяснить, что представляет собой вообще устойчивость. И чтобы эти основополагающие идеи осмыслить, и возвращаясь к ним, я задаю вопрос, что мы понимаем под устойчивостью. есть масса толкований и пояснений данного термина. Порой мы избегаем множества возможностей и путей, чтобы дать себе представление, чтобы осознать сущность и понимание этого значения. Мы обращаем свой взгляд в XVIII век и посмотрим на лес. То, что мы тут видим, это бизнес-идея, или это не бизнес-идея, как вы считаете? Вы видите, что здесь были вырублены некоторые деревья, стоят здесь молодые растения, но здесь системы нет, и этот лес неухожен. Вот эту ситуацию мы нашли в XVIII веке в Европе. Очень часто бывали такие леса. Особенно много лесов были вырублены в средних горных массивах, и Ханс Карфан-Карловиц подумал, как можно вот эти лесные угодья как-нибудь обновлять для того, чтобы улучшить ситуацию. Он был ответственным за горное дело и лесное хозяйство, и он первым писал, что лесную и проблематику леса, то есть дерева, мы только можем осилить, если мы будем меньше вырубать, чем подрастает. Вот эту основную идею лесного хозяйства, эта идея является основополагающей идеей устойчивости. Но в свое время эта идея касалась только лесного хозяйства. Сегодня и с тех пор лесное хозяйство ведется таким образом, что разные поколения сажают лес, и каждый год мы можем вырубать лес, и лесные угодья тем самым не сокращаются. Вот это один подход к вопросу устойчивости. Но этот подход ограничивается лесным хозяйством. Давайте обращаемся в взгляд на историю этого понятия. Уже 3000 тому назад в культуре индусов был подход, который был направлен в этом направлении. Вот мы здесь читаем, то, что я откопаю или выкопаю из земли, пусть быстро обновляется, чтобы я твои жизни не жили, не перерезала, чтобы я твое сердце не продрявила. Есть еще дефиниция Брутланда. Эта дефиниция была обновлена в 1980-е годы в Резолюции Объединенных Наций. Согласно этому, устойчивое развитие обеспечивает потребности нынешнего поколения, но не подвергает опасности будущих поколений. Значит, они тоже будут иметь возможность удовлетворять свои потребности. Сегодня нужно сказать, что нет официальной дефиниции устойчивого развития. Значит, здесь все зависит от нашего взгляда на этот вопрос. Очень интересный вклад внесли наши товарищи из Швейцарии. Сейчас, наверное, для переводчиков будет немного сложновато, потому что швейцарский язык сложноватый. В Швейцарии объясняют этот вопрос следующим образом. Значит, я должен подумать, могу ли я работать так, чтобы мои внуки еще могли достойно жить. И этот вопрос связан с большой ответственностью и большая ответственность перед подрастающими поколениями. То, что чаще всего является центром устойчивого развития, это вопрос основ. Но здесь, конечно, не сказано, что такое устойчивость. Здесь сказано, что такое устойчивое развитие. Мы поэтому хотели бы объяснить вопрос, что такое устойчивость. И нам нужно для этого разобраться, какие принципы устойчивости исследуются. Вы знаете, вот такой треугольник, это треугольник устойчивости. Здесь мы видим идею находить равновесие между экологией, экономикой и социальными факторами. И одновременно над фактором времени наш взгляд устремлен вперед. Значит, мы в любое время должны приводить в равновесие эти три понятия и по времени смотреть в будущее. Вот этот треугольник устойчивости до сих пор используется и ведутся дискуссии вокруг него. Но уже 15 лет тому назад его дополнили и образовался квадрат устойчивости. Вы видите, что социально-экономические и экологические составляющие остались. Но здесь добавили еще компонент хорошее правительство или хорошее управление. И в конце концов у нас возник новый компонент в котором было предложено что экономическая динамика может только развиваться в такой мере в которой границы то есть экологические границы природы обеспечены и права человека соблюдаются. И этот тоже пункт поднимается на дискуссии. все что я вам пока представил здесь видно что все эти вопросы очень субъективные можно вести дискуссии о понятиях есть один подход который более точный он делает эти понятия измеримыми я хочу вас ознакомить с этой теорией эта теория индексирует человеческое развитие сюда входит средняя продолжительность жизни уровень жизни и здесь вычитывается фактор от нуля до одного вот эта теория человеческого развития сюда добавляется человеческий след то есть вопрос здесь заключается в том насколько каждый человек изменяет природу и здесь определяются границы у нас экологический след человек составляет 1,8 это та территория которой человек пользуется для своей жизнедеятельности и у нас возникла такая ситуация что если этот индекс человеческого развития меньше 0,8 тогда у нас будет очень хорошее состояние мировое устойчивость это мы спрашиваем что такое это значит если экологический след имеет место быть то индекс человеческого развития превышает 0,8 десятых опять же возвращаемся к вопросу что представляет собой устойчивое развитие вопрос что представляет собой устойчивое развитие ответ может быть как я могу оказаться в этой области в этой плоскости мы можем состояние стран проследить их развитие на основании данной диаграммы и в частности к примеру желтым цветом помечены те страны зелеными мы видим страны это азиатско-тихоокеанского региона светло-зеленого цвета центральный восток и центральная азия желтым цветом это не европейские это страны не являющиеся членами евросоюза и темно-синим это европа европейские страны далее Америка устойчивое развитие это процесс как мы сможем как мы сможем приобрести как мы сможем привести нашу страну нашу регион в эти области помечены соответствующим цветом индекс человеческого развития тем самым формируется за счет наших усилий и это другие общества в которых вопрос защиты окружающей среды посредством или подвлиянием человеческого следа может быть осуществлены два момента на которые я обратил внимание это страна светло-зеленого зеленого света находится в средневосточном регионе это общество да но эта страна несмотря на свое умеренное развитие человеческого бытия имеет большой след экологический след сделанный человеком в это время во всем мире есть мало стран которые могут находиться в данной области этой страной является Куба и мы сейчас можем подумать и задать себе вопрос а почему именно Куба а именно потому что ситуация с образованием в этой стране на достаточно высоком уровне а ожидание уровня человеческого бытия и уровня жизни оставляет желать лучшего и продолжая эту идею очевидно в этой комбинации мы должны найти путь который приведет к равновесию что может сделать образование какой вклад может нести образование для устойчивого развития определенного государства или определенного сообщества при ответе на данный вопрос обратимся к определению которое также обсуждается в Германии согласно которой цель образования для устойчивого развития это побудить людей к пониманию и к оценке глобальных проблем современности и будущего это именно то что можно достичь в большом объеме благодаря развитию образования при осуществлении процесса образования для сохранения устойчивого развития нужно прилагать все усилия для активного и то что мы должны еще сделать чтобы сегодняшние и будущие поколения получили доступ к ресурсам которые необходимы им для осуществления их потребностей мы должны понимать какие вызовы и требования лежат на первом плане мы должны подумать в данном случае о чем идет речь что такое вызов что такое вызов и какой вызов который сегодня нас особо озадачивает нет большой разницы где вы находитесь в какой точке планеты речь идет об увеличении сложности условий жизни по всему миру об увеличивающейся динамике динамики увеличивающей скорости происходящих на планете изменений драматическое признание глобальных вызовов и требований что такое глобальные вызовы глобальные вызовы это существующие проблемы для нас для людей которые в то же время которые сегодня рассматриваются или имеют место быть минимум на двух континентов что для этого необходимо сделать будь то Южная Азия или Африка но и в Средней Америке тоже есть определенные вызовы везде сегодня сейчас речь идет о глобальном признании глобальных требований когда я задаю себе вопросы о понимании и определении глобальных вызовов и требований я останавливаюсь на двух пунктах это ухудшение определенных систем такие слова такие термины как изменение климата потеря биодивизуальности потели земельной градации деградации океанов эта картина которая для меня в определенной степени дает ответы на многие вопросы это мертвый альбатрос вы видите здесь одну ногу другую лапку одну лапку другую лапку а также клюв чтобы посмотреть на данную птицу она погибла от голода видно что ее тело ее внутренняя часть тела была полностью всевозможными пластиковыми изделиями отсюда можно сделать вывод что в этой связи что мы здесь что мы здесь сами себе создаем проблемы оставляем след не только касательно данной птицы альбатроса но и для нас же для людей функционируем картинку здесь здесь вы видите смог то есть плохой воздух где вы уже небо не видите и солнце вы тоже не увидите и одна возможность сказать мы хотели бы увидеть солнце а другая возможность сказать а зачем нам солнце мы какую-нибудь лампочку включим стоит над этим подумать так вторая область о чем речь это сложности которые мы наблюдаем по всему миру сложности развития это такие сложности как миграция и я хотел бы вам это наглядно показать здесь вы видите фотографии и здесь вы видите две фотографии две семьи поставили на поле все то что им для семьи нужно для того чтобы прожить одну неделю верхняя картина это из Чада из Африки нижняя из Швеции а здесь вы видите пример с образованием здесь вы видите наверху школу в Йемене а внизу американскую высшую школу хай-скуль вы видите что это не только очень много учеников в Йемене в одном помещении но это все молодые мужчины если мы это все объединяем в одно понятие то нужно говорить о справедливости шансов здесь вопрос заключается в том есть ли у нас одинаковые возможности для того чтобы свою жизнь со смыслом прожить какие мы сделаем выводы мы хотели устойчиво использовать все ресурсы мы хотели бы устойчивое развитие в социальном смысле и ведется очень интенсивная дискуссия о том как экономика может здесь действовать основополагающая проблема всей дискуссии заключается в том что никто точно не знает как должно выглядеть устойчивое общество или устойчивый уклад жизни об этом у нас есть совершенно разные представления может быть вот этот район города на юго-западе Германии может быть это образцовый город это конечно очень знаменитый пример в Германии для устойчивого зеленого развития города здесь были построены маленькие дома близкие к природе здесь построены дома которые сами производят энергию они употребляют ее или может быть арабский город Маздар в Абудабе может он является примером для будущего Маздар знаменит тем потому что этот город может говорить о себе что он работает без эмиссии углекислого газа у них нет выхлопных газов вся обеспеченность энергетикой организована таким образом что нет выхлопных газов это может быть тоже идея для будущего мы должны подумать потому что мы уже с 2007 года знаем что впервые за историю человечества больше количества людей живет в городах нежели в сельских местностях и этот процесс необратим мы в 2050 году будем иметь где-то 9-10 миллиардов людей на земном шаре это значит плюс Китай плюс Индия плюс Россия плюс Германия это нас ожидает в ближайшие годы и 2 трети этих 9 или 10 миллиардов людей то есть больше 6 миллиардов будут проживать в городах значит мы должны подумать над тем над этим вот вы видите Мексико Сити соответствует ли это нашему представлению о жизни человечества или может быть Сингапур является моделью будущего Сингапур много лет тому назад принял решение построить экологически устойчивый город мы климат организуем не какими-нибудь машинами а мы посадим зелень около фасадов домов в любом случае мы должны признать что есть необходимость изменить существующий уклад и что нас ожидает большая трансформация и мы должны учитывать и подумать что мы хотели бы оставить для будущего и что нужно изменить конечно нельзя отрекаться от всех достижений последних столетий но мы должны подумать и проверить чтобы наша основа жизни не было разрушена здесь речь не идет об отдельном цветочке или насекомых а о мире о человечестве целом мы должны признать что наш мир очень взаимосвязан и этот комплексный мир требует комплексного мышления и именно это является основополагающим для образования с целью обеспечения устойчивого развития здесь мы должны определить что ввиду эволюцию этот объем комплексного решения и осмысления это означает это не означает что мы не можем учить как раз именно здесь и как раз именно исходя из этих осмыслений основополагаются все необходимые концепции устойчивого развития я бы хотел вам представить некоторые пути для достижения для реализации этой концепции а именно сначала учиться учиться образование является основополагающим для устойчивого развития образование для устойчивого развития является нормативным образовательным концепцией который ставит перед собой цель обеспечения индивидуальности каждого человека активно над анализой и оценкой участвовать над анализом и оценкой процессов которые не являются или не относятся к категории устойчивого развития ориентироваться на критерии устойчивости собственной жизни а также осуществлять устойчивые процессы развития совместно с другими местными локальными и глобальными структурами мы приходим к вопросу как мы этого можем достичь в сфере школьного и академического образования и речь идет о том что мы должны сначала поставить цель надеяться обсудить или мы должны сначала обсудить или начать торговать и через торговлю и через коммерческие операции достичь поставленной перед нами цели школьное образование в Германии где школа не только ученики учатся о функционировании солнечных батарей но и участвуют в их установке а именно речь идет о действиях о какой-то предприимчивости учеников закреплении их теоретические знания на практике или проект между Германией и Танзанией речь речь не только о солнечной модели о ее установке но и о совместной разработке этой модели действовать вместо того чтобы надеяться то есть именно данный аспект данный пункт который мы многие десятилетия на которые мы только лишь надеялись но не принимая каких-либо конкретных шагов темы которые здесь возникли как обстоит дело с мобильностью с обеспечением энергии с эффективным расходованием энергии другой аспект это трансформативное образование или образование для трансформации в Германии об этом идут жаркие дискуссии а именно речь идет о понимании устойчивого развития и этот подход как раз имеет место быть в областях изменения климата и защиты окружающей среды и понимание что речь идет не только об учении в школьных стенах и в университетах но и о повышении образования и постоянном обучении в течение всей жизни речь в данном случае мы говорим часто о географии о сотрудничестве в этой области для обеспечения устойчивого развития города участия в научных изысканиях и в научных сообществах речь в данном случае идет или как бы завершающим аспектом данного явления является системное мышление мышление здесь я хотел бы вам привести охотно один пример один подход для достижения устойчивого развития хоральд вельцер узнал что мир имеет множество различных технических решений для обеспечения нашего устойчивого развития но тем не менее было определено что здесь процесс изменения здесь мы задаемся вопросом почему мы приходим к такому результату поскольку вся проблематика является которая перед нами стоит это вопрос культуры и здесь мы задаемся вопросом как функционируют как взаимодействуют между собой различные культуры и каким изменениям они подвергаются с точки зрения социологии мы знаем что что позитивные или положительные рассказы наррации играют очень большую роль к примеру индивидуальность свобода мобильность это общие и очень сильные влиятельные наррации которые связывают нас исходя из нашего личного опыта и то что мы дальше используем для дальнейшей нашей жизни эти наррации о которых мы сегодня говорим это аспекты которые добавляются к обеспечению устойчивого развития если мы подумаем как функционируют деньги есть ли какие-то практические аспекты использования денежных средств есть множество и других аспектов других примеров которые способствуют устойчивому развитию компетенции речь идет о компетенции это касается и школьных школьного образования это касается и послешкольного академического образования в этой связи актуальным становится вопрос какие компетенции должны развиваться для обеспечения устойчивого развития посредством процесса образования не беспокойтесь я не буду вам зачитывать этот большой и насыщенный информативный слайд я только задамся вопросом какие компетенции есть есть масса компетенций масса предложений которые зачастую пересекаются с вопросом средств массовой информации нам нужны такие способности которые необходимы нам для формирования нашего общества следующий подход это рамки ориентации или рамки определения нашего дальнейшего бытия и определения тех аспектов необходимых для развития глобального развития посредством процессов образования которые в свою очередь могут оказать определенную поддержку и поддерживать процесс развития предварительное или осмотрительность предварительное мышление которое тоже необходимо все эти приложения все эти аспекты имеют имеют в основе свои определенные требования которые мы должны следовать но которым мы не должны уповаться поэтому я хотел бы вам представить последний подход который нам предлагают швейцарцы формулируется данный концепт как ключевая концепция ключевые концепции необходимы нам для устойчивого развития это системная компетенция систематическая компетенция мы должны понимать как функционируют эти сложные понятия сложные меры как природа дальше компетенция для предварительного осмысления предварительного мышления прежде чем принимать в будущем какие-либо конкретные шаги мы должны также заниматься нормативными компетенциями когда мы дискуссируем дискутируем обсуждаем как нам достичь будущего устойчивого как нам в будущем действовать одной из ключевых компетенций также является стратегическая компетенция если я четко поставлю перед собой цель то каким образом я достигну реализации данной цели могу ли это сделать один или это необходимо сделать будет в сообществе с другими людьми при участии и привлечении представителей различных сообществ на международном уровне образованием для устойчивого развития это компетенция которая должна быть присуща у нас для устойчивого развития это основы знаний это касается таких знаний как демографические структуры сельское хозяйство питание естественные ресурсы энергетика а также бедность и социальная безопасность это только некоторые из них и в-третьих нужно скомбинировать все это с методами и только объединяя все эти три компонента мы создаем такой образец для устойчивого развития я вам предлагаю вот такой пример это пример город я хотел бы вам все это здесь объяснить на этом примере какие системные компетенции у нас есть есть комплекс мышления нормативные компетенции стратегические компетенции и интерперсональные компетенции мы хотели бы чтобы города были восприняты как система сюда относятся инфраструктура движение транспорт вот мы видим город как организм возможны методы которые мы выбираем это может быть майндмэп или рисунки что касается компетенции предварительного мышления мы должны с учениками подумать какой будущего города мы видим вы здесь видите в 1950 году и уже в 2050 году мы видим как изменились большие города и мы должны обратить свой взгляд вперед какой методикой можно заниматься здесь это как техника сценария что касается нормативной компетенции мы должны задать вопросы каким должен быть город какой должна быть жизнь в городе дети то есть ученики должны здесь думать свободно здесь вы видите большой рынок оптовый рынок в городе Мюнхене каждый день сотни грузовиков сюда приезжают и привозят сюда товары что касается устойчивого развития города то уже есть идеи менять все это и уже есть такая идея создавать вертикальные фермы то есть выращивать продукты питания вертикально может быть и жилища будут совсем иными мы резко можем менять вопросы энергетики что касается стратегической компетенции здесь нужно думать над национальными решениями над инвестициями и над развитием городов мы вместе с учениками должны сотрудничать работать в группах здесь можно заниматься плановыми играми или дискуссиями что касается интерперсональной компетенции мы должны привлекать к работе граждан жильцов или жителей города здесь могут быть разные варианты работы с учениками что это означает в общем целом что такое образование для устойчивого развития значит это образование это инструмент который мышление и действия развивает в смысле устойчивого развития оно способствует детей и взрослых принимать решения и одновременно понимать как эти решения влияют на будущее поколение и на жизнь других людей большие вам спасибо за ваше внимание и я охотно буду отвечать на ваши вопросы вопрос по образованию поскольку лекция касалась именно этого аспекта вы говорили о том что устойчивое развитие это есть качество образования ссылались на индекс развития человеческого потенциала который к сожалению оценивает только количественный аспект то есть количество лет на обучение количество грамотных как вы думаете есть ли какой-то способ какие-то подходы к оценке качества образования то есть неважно сколько лет ты учился сколько грамотных а именно качество само как его оценить как его улучшить спасибо большое спасибо за вопрос вы меня понимаете слышите меня ваш вопрос относительно качества образования очень актуален это вопрос комбинируется и сначала нужно определиться четко что значит комбинация образования это четкое понимание но мы должны быть в то же время быть в состоянии самостоятельно мыслить действовать и я должен иметь определенную ориентацию определенные оценочные аспекты на которые я ориентируюсь для достижения лучшего образования я думаю что образец образования для устойчивого развития состоит из нескольких компонентов качества образования речь идет не только о сложных взаимосвязях аспектах в природе но и о взаимодействии природы и общества но и в первую очередь о тех аспектах о тех исходных ценностях на которые мы ориентируемся для достижения устойчивого развития и в рамках тех систем и у меня и у меня нет никаких сомнений что образование для устойчивого развития в большей степени в основе его лежит качество образования в этом нет никакого сомнения подскажите пожалуйста а вот вы интересно показывали будущее городов вертикальные фермы вот это вот все как вы думаете принципы устойчивого развития предполагают сохранение исторической центра части города или для того чтобы город стал устойчивым нам необходимо его перестраивать вот есть ли противоречия сохранения исторической туристической части где мы будем строить эти новые здания или мы должны обязательно развиваться спасибо большое спасибо я охотно отвечаю на этот вопрос нет противоречия между туристическими центрами и развитием города уж точно нет связи с историческими скульптурными архитектурными памятниками но очень интересно что в этом концепте устойчивого развития города есть идеи построить новые города или перестроить города чтобы сокращать дороги путь и тем самым некоторую часть автомобильного движения отменить есть такие идеи в этом направлении есть и концепты один концепт я вам показал и вы представьте себе что в Катаре очень маленькая местность в пустыне и этот город построен на высоте 10 метров и тем самым уже обеспечено что температура уже ниже потому что город построен на 10 метров над землей и люди живут как бы на втором этаже а все что на земле это для автомобилей здесь есть разные функциональные единицы и тем самым дорога путь сокращается ну в Казани этот вопрос конечно не стоит но если мы строим новые города обращают очень большое внимание на инфраструктуру на транспорт вы задали вопрос будут ли построены эти вертикальные сады за счет исторических памятников нет конечно этого не будет мы все это должны сохранить ну например бывшие промышленные территории могут быть использованы для этих целей первые посетки в этой Продолжение следует...